В некоторых словах русского языка мы можем натолкнуться на такое чудо лингвистики, как непроизносимое согласное в корне слова. Они знакомы нам еще со школы. Это слово солнце, в котором нужно писать букву L и проверять словом солнышко. Это слово лестница, в котором нужно писать букву T. И это слово чувство, в котором нужно писать букву V. Отсюда неудивительно, что пытливый русский ум иногда в непонятные слова добавляет лишние согласные. С вами Семен Рафе и список из десяти слов с лишними согласными. Первое слово участвовать. По аналогии со словом чувствовать иногда люди добавляют слово участвовать в букву V, произнося это как участвовать. Делать этого ни в коем случае не следует. И вот вам проверочное слово участие. Слышите букву V? Нет ее там. Поэтому мы и не будем ее писать. Второе слово теракт. Очевидно, по аналогии с терроризмом люди пишут в слове теракт две буквы R. Делать этого не следует, потому что слово теракт образовано путем сращения и забирает от слова терроризм только одну букву R. Третье слово дерматин. Слове дерматин часто вставляют лишнюю букву N, произнося это как дерматин. Слово это образовано от греческого корня термо, что означает кожа. И, соответственно, дерматин – это искусственная кожа. Запоминаем, буквы N там нет. Четвертое слово прецедент. Так же, как и с дерматином, в слово прецедент часто вставляют лишнюю букву N, произнося это как прецедент. Проверить это тоже нельзя, поэтому мы просто запоминаем. Пре-це-дент. Никакой N. Пятое слово, которое преследует всех работников кофеин. Экспрессо. Которое правильно пишется как эспрессо. Запоминаем, экспресс – это поезд, эспрессо – это кофе. Шестое слово – естественно. Тоже по аналогии с глаголом «чувствовать» туда часто добавляют букву V. Запоминаем, слово естественный и естественно образовано от глагола есть. В глаголе есть нет буквы V, поэтому и во всех производных ее также не будет. Слово номер семь – компрометировать. Слово компрометировать часто вставляют букву N, произнося это как компроментировать. Запоминаем слово компромат. Он же ведь у вас компромат, а не компромент. Поэтому мы пишем слово компрометировать без буквы N. Слово номер восемь – гостиная. Гостиная – это существительное, которое было образовано от прилагательного гостиная путем перехода. В слове гостиная в качестве прилагательного суффикс – in, а в суффиксе – in всегда пишется только одна буква N. Поэтому двойная N в слове гостиная недопустимо. Слово номер девять – опасный. Слово опасный часто вставляют в букву T. Делать этого не надо и вот почему. У нас есть краткая форма прилагательного опасный и это опасен. При помощи этой краткой формы мы можем услышать, что буквы T там нет. И десятое слово – мгновенно. В слове мгновенно некоторые люди пишут и произносят дополнительную букву N. Мгновенно. Делать этого ни в коем случае не стоит, потому что мгновенно образовано от слова «миг», у которого сбежала гласная. Поэтому не пишите лишнюю букву N в слове мгновенно. С вами был Семен Рафаэм. Пишите грамотно.